Кто строит наш филл. Здесь я получил пост-doctoral учебника, и сейчас я здесь, чтобы выполнить снижение. Моя презентация относится с эффектом интенсивных эффектом интенсивных элементов. Эта презентация является деформацией в реинфорс-конкрыт и стиль реинфорс-конкрыт. Мы разработали для разработки универсальный модуль для реинфорс-конкрыт реинфорс-конкрыт в этом презентации мы обладали эффект и размеров эффект и также я показывал модель для стиль филл достижения comport издавания филл актуально два основных частей первой главной оне архитам изделия и то есть элементы с эффектом, которые состоят из существующих эффекта. Вторая часть исследует результаты экспериментных проблем в нашей университете. Третья часть lö EE, как мы его можем моделировать эффект тренажаное эффект. Как мы сниверситете эффекта можно моделировать эффект тренажаное эффект в функциях радиоанта. И последнее часть л Тенсионный эффект – это способность тенсионного конкурса чтобы принять какие-то порции тенсионные силы после его ракета. Эта фигура показывает эффект тенсионного эффект, который может быть обсужден в тенсионных элементах. И один принципный момент – что, в нашем мнении, тенсионный эффект уничтожает с увеличивающим деформацией. Тенсионный эффект уничтожает… – Здравствуйте! Тенсионный эффект уничтожает тенсионный эффект. Эмпирикальные модели, или под модели, это простая часть. Фракон механика, тенсионный эффект уничтожает тенсионный эффект. Это может быть стиль-related или конкретно-related. Мы в детях об этом поговорим о конкретно-related тенсионный эффект. Тенсионный эффект уничтожает тенсионный эффект. Тенсионный эффект уничтожает тенсионный эффект. Тенсионный эффект уничтожает тенсионный эффект. Тенсионный эффект, который был в тот момент. Симплютный тенсионный эффект могут быть моделой снародным эффектом механика или снародным эффектом same as the models, this element is simple, this model is clearly, clearly related one problem begins if the structure, if the model structure have complete, have not simple topology it is obvious that factor energy in real structure should be constant but in finite element modeling it is not true because different sizes of elements and as we know factor energy is required to imitate cracking in the element. If the factor energy remains the same but increasing element size, the model becomes less stiff. In crack band model used in Adena this effect is reduced by automatic scale to the characteristic length. That is specified in Adena and for plain concrete we can specify it. In this study we investigate mass dependency and propose numerical strategy to reduce this dependency. This part of presentation summarizes results of the in Adena obtained at our university during four years. The very first stage of research on types elements, tensile elements were investigated. While later Alvin and Gorard meshes were considered and the finite element size was were varied from 1 to 20 cm. Here we can see a test specimen. We can see the two types of reinforcement, bi-reinforcement and snails reinforcement, which is possible to specify in Adena. Here we can see different types of meshes. mesh size equal two and a half centimeters was used as reference. Here we can see modeling results for planned concrete. And we can here here is the relationship specified in Adena by default. And we can see that for planned concrete no scarring is required. All of mesh sizes almost predict the same behavior. And then we can see that the other time we can see. That the 2 of graph data of the graph data of the graph data is also background. And we can see that its database is a layer for the lagi of the graph data to be used for example. And we can see that the мы получили, что мы получили для таких элементов, то равенство равенства между элементами является оптимальным. Здесь мы можем увидеть результаты для СМЕД-инфорсмента. В этом случае, линейная зависимость между массовыми элементами является достаточно хорошим. Этот результат сравнивает два типы элементов биометрии. Триумболия и квасад-телек. Для СМЕД-инфорсмента, одинаковые элементы дают одинаковые предприятия. Но для биометрии это не правда. Мы можем рассчитывать, что скарин-инфорсмента требуется только если мы используем био-инфорсмент модел. Следующий этап исследования был моделинг биометрии. Мы сравниваем Диана предпочитаем предпочитаем в этой стадии когда мы провели эту исследование Аттене не имел 3D моделинг 2 то мы сравнили 2D и 3D моделинг 2D было 3D и др еще в этом случае мы видим несколько последний результат в этом случае в этом случае этот параметр が選нена штуки 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 диктат но в отношениях в отношениях у нас есть принципиально влияние на конкурировать результаты. В 2D случае, мы должны использовать квадратный ровень между международными значениями. В этом случае, H1 является референцией. В 3D случае, мы должны использовать нон-склер-руф, но 3-power-2. Здесь мы можем видеть результаты моделирования. На верхней стороне есть 3 экспериментальные beams, моделированные результаты в эскалии. И мы можем видеть, что моделирование моделирования очень много. На верхней стороне мы используем эскалиническую технику. И тогда результаты моделирования становятся индивидуальные моделирования. На верхней стороне мы можем видеть результаты моделирования моделирования. На верхней стороне мы можем видеть результаты. в�材- trial мы можем видеть результаты моделирования 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 метод Rig. А также можем видеть, что Диана и Х2, на верхней стороне мы�로 рисуем насы zwei. different defamation of reflection of the test beams. И это правильно, потому что Ватерна, как 2D, должен предоставить стихий бифейер как restricted from one-дименсионных дефонаций. Но используя стихий бифейер, предыдущие результаты от Этерна и Диана практики рекомендации. Объявление стихий бифейер было представлено в нашем папере в Болтин журнале. Здесь мы видим какие-то результаты. Две типы моделирования использованы фракт-энергия и линер-авераж стей стейл-стейл-relationship. Мы используем те же технику, как мы уже говорили earlier. В первом случае используем фракт-энергия и в втором случае мы используем фракт-энергия объем мы видим три экспериментальные фракты. Здесь мы можем видеть разные методы фракт-энергия фракт-энергия в фракт-энергии и смертен-кракт-модели. Then we obtain the calculation results. The left column shows calculation results without scaling. The second column shows calculation results with scaling. Each of two models are shown here. As we can see, without scaling we can obtain very different results and that of these results would be true, we don't know. The application of scaling technique can reduce mesh dependency in each of two considered models. The main conclusion is that we should know the characteristic length to predict correctly modeling behavior. Because to perform scaling precision we should know to that size we should perform this scaling. This section presents experimental results of our tested beams. 12 beams were tested that have the same reinforcement ratio, longitudinal reinforcement ratio, but have different contents of fibers. Actually not 12, but also was serial without fibers. One serial 4 beams without fibers and 12 beams with fibers. 0.5, 1% and 1.5%. We use Dulog fibers, 55 mm length. We can see the position of testing equipment. We can see the position of testing equipment. And then we obtain moment curvature diagrams for all of the beams. And one of the important things that we use the inverse analysis technique to obtain from these diagrams tension stiffness models. The inverse procedure can help us to derive tension stiffness models which practically, if we apply it to the numerical package sum, we can obtain, we can obtain, we can obtain the same moment of the response as it was obtained experimentally. Here we can, I don't want to discuss in detail this procedure, if you will be interested in, I can explain it. In the first stage, we make a layer section model, specify all of material properties, then calculation are performed iteratively with increasing moments. And as a result, we obtain constituted relationships. Here we can see the specified diagrams for reinforcement and compressed concrete. Part of moment curvature diagrams which was analyzed until point 20. And these diagrams show the derived tension stiffness. And these diagrams show the derived tension stiffness relationship until 20. One other important moment is that we should eliminate the shrinkage effect from moment curvature diagrams. To make a correct comparison of the derived tension stiffness. Because due to the staining action of reinforcement, in concrete arises tensile stresses that completely, that can completely corrupt derived tension stiffness. The relationship has high importance for highest reinforcement. May I please go back to two slides? Can you go back there? What is this? What is this? This is the tension relationship between stress and strain? Yes. You are using this one? Yes. Ok. And this is the plane directly from this experience? We should assume some models for reinforcement steel and for compressive concrete. Yes. Yes. We can obtain whatever we want. We can obtain, use the elastic model for concrete. But we should assume one of the models. Yes. I understand. Because concrete, compression of concrete. And then from this diagram, we know this diagram, this diagram and this diagram. From these three diagrams we can calculate this diagram that will present tensile stress and tensile strain in reinforcement. In all your experimental verification, this diagram is similar to the Basan-Ho diagram. Do you know that diagram? No. I think there is on the same basis, Basan and Ho- Oh, Basan, Basan. Oh, yeah. I'm sorry. No, Ho- But he proposed a diagram like this, based on the fractional mechanic energy, exactly on the same basis. And it should be very interesting to compare this diagram with that one. Because... Have you done that? No. No. One more, one thing, what we did, we, we, we obtain the same results for steel-related model. I will show at the end of the simulation this results. And I don't understand two, one more, one more, one more. But I don't understand well this explanation. I didn't understand well. Because I suppose that the bone and the curvature of the diagram are instantaneous results. So... Or not. Or you have some... Yeah, absolutely. Before you use the test. But this is important. You have some shrinkage. You can... Before the test you can have maybe 60 days, 90 days. And you have some shrinkage and you have a small... And the problem may be due to... If... If... Element before testing is cracked. Yeah. When we could not obtain at all. Nothing. Because we are... Normally... What you do in this type of test? Only... Only a little portion of stresses. Okay. The elimination... Use two... Two tools. Direct and inverse techniques. Direct techniques is... To... Know... Where... Specifying... Material models... We can obtain... We can obtain... Structural behavior. And that's technique is... From... From... Structural behavior... Can... Select... One of the model parameters. To... And... First... For... To illustrate... The shrinkage... The shrinkage... Remination... We can... Consider... Two of beams... Tested by... Sato et al. Where... One of the beams... Red one... Was... Stored... In... Natural conditions. The green one... It was stored... In the water. And we... Can obtain... Quite... Significant... Difference... Between... The testing... Results... And... From... These results... Obtain... Testing... Tension stiffening... Diagrams. Then... We use... These diagrams... As... Material models... For... Tensile concrete... And... Perform... That layer... The red one... Has... Negative... Yes... Why? I will explain... Because... The... Element... Was... Shunk... At testing... And... Actually... Actually... The enforcement... Was compressed... Then... It... Due to... This... Compressive... Stressors... And... The enforcement... Then... It... A... Cracking... It's... Relaxed... Obtain... This... Negative... Portion... But... If... We... Use... These... Diagrams... In... Direct... Analysis... And... Apply... Expansion... Deformation... The... Same... Value... But... Opposite... As... It... Was... During... The... Using... These... Diagrams... Red... And... Green... We... Obtain... Practically... The... Same... Resid... Modeling... Results... By... Direct... Indirect... Analysis... Then... Obtain... It... From... These... Diagrams... By... Inverse... Analysis... Tension... Stiffing... Diagram... Practically... Grand... Side... And... As... You... Can... See... The... Red... Diagrams... Do not have a negative portion... The... Same... Procedure... Was applied... In... For... Our... Test... Elements... The... Darshot... Lines... Is... The... Moment... Curvature... Diagrams... Where... A... Tension... Stiffing... Efect... Was eliminated... From... These... Diagrams... We... Obtain... Tension... Stiffing... Models... For... SFRC... Intension... We... Can... See... That... These... Diagrams... Is... Obtain... For... Fibre... Contained... 0.5... This... Obtain... For... 1... And... This... Obtain... For... 1... And... 5... You... Were... Able... To... It's... Not... Good... Idea... Because... As... You... Can... See... In... This... In... This... In... This... Is... 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 Good... Only... Until... One... Person... In... This... Case... It's... This... Content... Of... Fibre... Assumed... By... American... Concrete... Ingenieral Society... That's... Ingenieral Society... As... A... Limit... Amount of... Fibre... With... That... Can... Mix... не используя никакого дополнительного инструмента, но мы обнаружили, что это практически невозможно, потому что один из этих двух миксов, другой из этих двух конкретных, потому что мы пытались упомянуть, и это было невозможно. У меня есть два вопроса. Один говорит, почему x-axis есть бета, не больше, не больше епсида? Бета – это связь между актуальным стрессом в конкретном и кракингом. Потому что элементы имеют… Стресс? Стейн. 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 Время, время и максимуме. Отсыпаем. Это моя первая вопрос. Вторая вопрос. Для меня это очень странно. Я считаю, что РОВ, 1% и 0.3% есть различные тесты. Да. Это очень странно для меня, потому что если у вас более низкие цифры, тенсионная степень будет большая. И если у вас более большие цифры, тенсионная степень будет более низкой. Так что я не понимаю, почему у вас более низкие цифры. Это правда, но пока мы не избавляем Стримфиш. Стримфиш-элеминация практически делает диаграммы тенсионной степень. Большая часть этих различий по Taxime почв窯стройством является Hels arrivéа о получении рез dioхивкой степень. Для того. Большая часть чепля, патрульную степень степень Если у нас есть тенсионный эффект, то эффект более низкий, а эффект более низкий. Но если мы с уминаем эффекта с уминацией тенсионного эффекта, то эти разницы убедятся. Но изменения практически неизвестны, не производятся. Это также из-за эффекта фибры, потому что, как мы знаем, фибра смирит кракет. Это будет главная причина.